Российский парламент принял закон, расширяющий запрет 2013 года на пропаганду, в очень широком понимании пропаганду, нетрадиционных сексуальных отношений. В 2013 году запрещалась пропаганда в отношении несовершеннолетних, пропаганда альтернативной сексуальности, искусственного изменения пола, эти понятия объединялись с педофилией, а сейчас запрет распространили уже и на взрослое население. Пентагон представил Конгрессу анализ планов развития китайской ядерной программы, согласно докладу, в настоящее время у Китая в районе 400 ядерных боеголовок, а к 2035 году количество стратегического ядерного оружия у Китая должно увеличиться почти в 4 раза до 1500 боеголовок, такими же являются и ядерные силы США и России, ограниченные договором по ОСВ, то есть через 13 лет Китай в ядерном отношении сравняется с США и Россией. Израильская компания Габриэль объявила о разработке комплексной системы, которая будет использовать искусственный интеллект для принятия быстрых мер в случае инцидентов массовой стрельбы. Как показывает опыт реагирования на подобные ситуации, люди от рук маньяка часто погибают, потому что должностные лица не способны быстро принять правильное решение, из-за того, что звонки в полицию не проходят или на них сразу же не реагируют и по другим аналогичным причинам. Система компании Габриэль может сообщать о ранних признаках угрозы, таких как агрессивное поведение, наличие оружия или звуки стрельбы. Как только угроза массовой стрельбы замечена и подтверждена, система начинает автоматически рассылать предупреждения, звонить в органы поддержания правопорядка и предпринимать другие срочные меры. Система компании Габриэль это не только компьютеры с искусственным интеллектом, но множество датчиков, видеокамер другой аппаратуры, которые устанавливаются в учреждениях, находящихся под ее защитой. В Америке с начала нынешнего года было уже 46 случаев стрельбы только в школах, в результате которых имели место ранения или убийства. Идея создания системы защиты против случаев массовой стрельбы получила импульс после захвата заложников в синагоге в Техасе в начале года. В Израиле тогда начали даже собирать деньги на установку программы компании Габриэль в пяти сотнях разных мест США. Согласно этому проекту, а система еще разрабатывалась, имелось в виду защитить в районе пяти тысяч зданий, включая синагоги, студенческие кампусы и школы. В следующей части о том, что в Нью-Йорке будут госпитализировать психически нездоровых в принудительном порядке. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин